6 августа 2018 года Уже человек 10 присылали мне ролик о том, как перекрыли в Сибири трассу и что народ русский наконец-то проснулся и встал поперек дороги, чтобы не пускать эти автомобили. Я посмотрела ролик. Автомобили, конечно, пропустили. Не совсем правильно люди говорили с теми водителями, которые возят это бревно, уже напиленный, испиленный наш лес. Это достояние народа, который живет на территории. То есть все недра и ресурсы это достояние народа. Но мы своей вот инфантильностью отдали все в руки других людей, которые захотели естественным образом это все себе присвоить. Но как вы думаете, если вам это не нужно, но оно, конечно же, найдет своего хозяина то, что вам не нужно. Или вы хотите, чтобы вашими недрами распоряжался ваш сосед. Но сосед, естественно, забрал себе все ваши недры. Вы же сами не способны распоряжаться своими недрами. А на что способен наш народ, скажите? На что? На то, чтобы жить и быть пушечным мясом? На то, чтобы ваших детей уничтожали? А вы молчите? А вот я сделала несколько роликов про Армению. И народ возмущается, как это армяне ушли от нас. Как это? Да мы же, да мы. А что вы? Вы же живете плохо. И вы это признаете. А почему армяне должны хотеть вместе с вами жить плохо? Люди некоторые говорят, вот мы их спасли от азербайджанцев, от армянской резни. Но начнем с того, что про армянскую резню вы вообще ничего не знаете. И если я вам расскажу, это будет совершенно иная правда об армянской резне. Но хочу, чтобы вы учитывали, что все ролики исторического значения, они не монетизируются. Потому что YouTube ввел запреты на такие цензуры на YouTube. Все ролики политического значения тоже не монетизируются. А у меня все они такие. Политического, исторического, патриотического. Но это не входит в рамки YouTube. Поэтому они не монетизируются. Я для того, чтобы вы знали и не подсчитывали. Мои голоса, мои лайки или просмотры не думали, как много она может получать. Нет, друзья, на YouTube введена цензура. И все те ролики, которые вам нравятся, и вы пишете, Таня, молодец, так держать. Они ни один не монетизированы. Итак, я хочу вам рассказать один очень удивительный пример, который произошел не так давно. И у нас с вами тоже в нашем мире, под нашим куполом на земном шаре. О чем? А о том, как раз сначала я рассказала о том, что армяне дали русским фору, так скажем, по носу с щелчком. И отстояли свои права. И мы можем теперь говорить, какие они там армяне, какие угодно. Они оказались смелее русских и отстояли свои права. Но это еще не все. Я вам расскажу про Индию и про того нищего, самого индийца, который тоже отстоял свои права, умеючи всем миром. А где Русь с ее миром? Мы же хвалились и так гордились тем, что мы можем всем миром отстаивать свои права. Где этот весь русский мир? Почему не отстаивает свои права? Индия. Водители большегрузов. Их поддержало 9,5 миллионов человек. А где же та Русь? Оказывается, у нас Индия, та самая Русь великая, которая всем миром может вставать. Но не Россия. Щелкайте себя по носу, бейте себя по ушам. Однако же факты есть факты. Русь не способна на то, на что способны другие народы. Народы, как бы вы ни говорили и ни кричали, вам лапшу вешают на уши о том, что Русь это будет возрождение духовного источника жизни. А нет. Давайте я вам почитаю по Индии. Беру свои очки и начинаю вам читать. Итак, это было 1 августа 2018 года. Напечатана статья. Водители большегрузов из Индии побили рекорд своих бразильских коллег. То есть перед этим эти же выступления были у бразильских коллег, которые тоже добились того, чего они требуют. А где же русские, которые не могут добиться? 9 миллионов человек поучаствовали в общенациональной забастовке, которая началась 20 июля и добились выполнения своих требований всего за 7 дней. Ай да Индия, ай да индусы, ай да третья страна, страна третьего мира. 20 июля Индийское объединение автоперевозчиков объявило бессрочную забастовку. Главная причина забастовки – высокие цены на дизельное топливо. Основной движущей силой протеста стали водители большегрузного транспорта. 9,3 миллиона шоферов присоединились к забастовке. Миллионы грузовиков не выехали на маршруты. Акция протеста, охватившая всю страну, разгорелась не на пустом месте. Цены на топливо в Индии растут уже давно. Есть и другие проблемы, которые тревожат перевозчиков. В течение долгого времени представители этой самой большегрузной компании пытались договориться с властями. Итак, что требовали водители большегрузов? Бастующие выдвинули ряд требований к действующему правительству. Среди них – снижение цен на дизельное топливо. А вы довольны своим дизельным топливом? Второе – отмена платных дорог. А вы хотели бы выдвинуть такое требование? Третье – снижение тарифных ставок на страховки. А у вас все в порядке со страховками? Четвертое – отмена тендерной системы, которая используется для перевозки грузов из торговых портов. Это как раз то, чем вас держат за штаны на крючке. Пятое – модернизация несовершенной и перегруженной портовой инфраструктуры. Ай да индусы, а? Кто участвовал в забастовке? Давайте теперь посмотрим, кто же участвовал. Кто эти 9,3 миллиона человек? Помимо водителей больше грузов, акцию протеста поддержали региональные объединения перевозчиков из разных штатов Индии. Бастовали как частники, так и водители госпредприятий. То есть, вы понимаете, встали на забастовку частники, а водители госпредприятий присоединились. Так, например, в штате Мадхья Прадеш забастовку поддержали 95 государственных перевозчиков. Им вроде бы и не на что обижаться. Это же государственные перевозчики. Но они смотрят вдаль, в будущее. Они смотрят на будущую жизнь своих детей и самих себя. Завтра они могут уйти из государственных перевозчиков. И что дальше? Они пойдут в частники, они смотрят вдаль. Они как? Наши? Только себе под ноги, не поднимая головой вверх. Ну и как развивались события? Началось это 19 июля. Провалился последний этап переговоров между той компанией большегрузов и правительством Индии. Власти хоть и пообещали заняться решением обозначенных проблем, а вам разве не обещают заниматься решением проблем? Только вы верите. А индусы настолько оказались глупы, что не поверили. В отличие от вас, верунов. И оперативные меры предпринимать отказались. Понимаете? Они отказались принимать что-либо. Им нужен был полный список решений их проблем. Транспортники, в свою очередь, требовали немедленных действий. 20 июля миллионы водителей не вышли на работу. Сотни тысяч грузовиков выстроились вдоль индийских дорог. При этом перевозчики, работающие в некоторых социально значимых сферах, например, перевозящие медикаменты или молочную продукцию, продолжили работать в обычном режиме. Поэтому и говорят 95%. Они все 100%. Некоторые, конечно, продолжили. Но везде есть предатели. Понимаете? Но 95% это сила. И 22 июля многие государственные и частные предприятия уже столкнулись с серьезными проблемами. Логистика в Индии фактически оказалась парализованной. 95% логистика парализовалась. Вот вам и сила. Не надо выходить с оружием. Не надо выходить на митинги с плакатами «Терзайте меня». Ведь с этими плакатами вы выходите на митинги за Навальным. А нужно выходить реально на митинги. Взяли и встали с забастовкой. Учителя взяли и встали. Водители взяли и встали. Перекрыли все платные дороги. И дороги у вас станут бесплатными. Но не хватает кому-то головы, что ли? Решения проблем не хватает? Или у нас все умные перевелись и купились на крючок политики? Может быть, конечно, потому что там платят деньги, а в других местах денег не платят, как вы знаете. Но и дошло до того, что власти штата Керала... Я отдыхала в Керале. Мне нравится этот штат. Но беднейший, конечно. Так вот, власти штата Керала объявили о намерении использовать муниципальный общественный транспорт для перевозки овощей и других продуктов питания. Муниципальный общественный транспорт. Автобусы. 23 июля председатель ПАНИИ АИМТС Малкит Синг предупредил правительство, что если требования не будут выполнены, то бастующие окажут давление на других перевозчиков и полностью парализуют грузоперевозки на территории Индии. А это что такое? Это страшно. Это страшнее всего. Вот чего боятся и ваши правители. К сожалению, без кровопролития не обошлось. В штате Керала бастующие закидали камнями грузовик, водитель которого не захотел присоединиться к акции протеста. Сам водитель в результате инцидента получил травмы, а находившийся в кабине большегруза пассажир был убит камнями. 24 июля к забастовке присоединились водители нефтевозов и бензовозов из штата Теленгана. 27 июля, на 8 день забастовки, правительство согласилось рассмотреть требования водителей и предложило ряд мер их реализации. В этот же день АИ МТС оповестило водителей о завершении забастовки. По информации этой МТС, за время протеста Индия потеряла 32 миллиарда рупий. Это около 29 миллиардов рублей. Сообщается, что наибольшие потери понес малый и средний бизнес. А некоторым отраслям промышленности пришлось резко сократить выпуск продукции. Президент хлопковой ассоциации Индии Ату Ганатара заявил, что хлопковые фабрики оказались на грани закрытия из-за отсутствия сырья, что пообещало правительство дальнобойщикам и другим водителям. Министр транспорта Индии Нитин Гадкарин выступил с официальным заявлением. Правительство согласно с многочисленными требованиями перевозчиков. Для их выполнения будут созданы специальный комитет, который предоставит отчет о проделанной работе в течение трех месяцев, заявил Гадкари. Но что же касается других требований, то конкретные решения по ним будут представлены позже. Во всяком случае, пространство для маневров у официального Дели есть. Государственные пошлины и налоги составляют более половины от стоимости топлива. А потому правительство Индии имеет возможность снизить цены на дизель. Получается, почти в половину может снизить цены на дизель. А у нас страна, где народ должен являться владельцем нефтяных запасов и газа. Но почему-то газ мы продаем в другие страны по 80 копеек сантимов, да? А в Россию к себе мы продаем по 5,2 доллара. Почему так происходит? Скажите, почему своих обдираем, а другим отдаем за дешево? Задумайтесь над этим, люди, и подумайте, что с нами не так. Почему армяне смогли, индусы смогли, бразильянцы перед этим смогли. А что с россиянами не так? Они ничего уже не могут. Я Таня Карацуба, Сибирь Бурхан.